всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в татарстане где я родился вернее родился в татаре татарстан он стал гораздо позже так вот в татарстане очень популярна лапша очень вот сегодня приготовлю будет куриная есть кстати одна особенность именно в татарском способе приготовления супа лапши лук и морковь закладываются в кипящий бульон в сыром виде то есть без предварительной обжарки и мне такой вариант нравится гораздо больше учитывая что вообще нужно подсохнуть перед закладкой в бульон как следует с нее и начну а понадобили сегодняшнего рецепта естественно гулятина картошка лук морковь яйцо вода соль мука поехали муку на стол и устроить эдакий кратер соль у меня крупновато поэтому надо и предварительно растворить в воде степень влагопоглощение у разной муки их разное но примерное соотношение такое на килограмм муки берите 20 процентов воды 200 миллилитров от килограмма до 30 граммов соли то есть три процента соли и 7 средних яиц среднее яйцо это где-то 60-65 граммов весит пересчитайте пропорции на ваше количество муки сами хорошо и начинаю процесс кстати вкусная лапша получается если использовать не целые яйца только желтки очень вкусно если вдобавок к ним вместо воды использовать хороший насыщенный бульон а теперь надо как следует потрудиться вот в таком разрезе оставлю тесто пока полежать чтоб клейковина окончательно набухла и оно стало еще более эластичным хотя казалось бы куда еще эластичный то главное укрыть хорошо чтобы не пересыхала и уже начну варить бульон курятину заливаю холодной водой и пусть варится при очень-очень слабом кипении а сам пока пули нарублю овощей и не забывайте снимать пену с бульона в данном случае хочется получить прозрачный для супов типа харчо прозрачный не нужен там все равно его обидно загущаем всякими добавками типа орехов там риса но буду считать что тесто уже отдохнуло и блютен как следует набух татарские мастерицы раскатывают тесто для лапши очень-очень тонко я вряд ли так смогу как получится можно было конечно и тоньше но я не татарская мастерица теперь немного муки сложить вот так вот вот так и нарезать такими вытянутыми ромбами очень вытянутыми отлично все пусть лапша подсыхает пусть бульон варится перерыв а а а а а а а а а курятина готова выдаю пока гульон положу нарезанные за кадром картошки и лук с моркови сюда же и пока вы выщивается разберу курятину удалю из нее кости да а бульон прямо сейчас надо посолить лапшу на мой взгляд удобнее катать сразу много ночью наготовил насушил и пусть лежит и есть не просит поэтому когда захочется потом супа такого то готовится гораздо быстрее катать тоже не надо вообще татаре она очень популярна в сатарстане готовят супы с лапшой с грибами супы с лапшой с картошкой с говядиной сушил с лапшой даже с капусты есть представляете а бывает молочный суп и лапша просто с лапшой а бывает лапша с картошки тоже молочный короче очень и очень популярное блюдо пока болтавые овощи свалились возвращаю поездки сюда и кладу лапшу она свежая хватит буквально трех минут все я подожду вас основные этапы готовки и вот оно счастье конечно надо приправить перцем и укропчиком очень я это дело люблю и уважаю смотрите какое чудо красота вот эта вот особенность ну закладка сыром виде лука ну как в ухе например или как как разновидностях шурпы на мой взгляд сочетание с лапшой с куриной лапшой это что-то необразимое короче готовьте и наслаждайтесь наслаждайтесь татарской кухней спасибо за компанию и всем пока и и и и и и и и